Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские Секреты. Вторая половина июля начала зреть клубничка. Завязей очень много. И нужно обязательно оборвать усы, чтобы ягоды наливались полные, чтобы не истощался куст. Поэтому усы я все оборвала, но сейчас они самые такие жирные, самые хорошие. Из них можно получить полноценную рассаду, чтобы на следующий сезон уже были ягодки. Если брать осенние усы, то они не успеют. Укорениться они успеют, но полноценного урожая вы не получите. Самые маленькие усики, которые еще только начали появляться зачатки, я их просто прищипываю или отрываю. А усы, на которых уже появились корневые бугорки, оставляю. Не всегда есть время сразу их укоренить. Их можно просто сложить в ведро или в полиэтиленовый пакет, сбрызнуть водой и накрыть либо мокрой тканью, либо забросать свежей травой сорной. Вот у меня два ведра, потому что это разные сорта. Сейчас я покажу, куда их буду садить. Ко мне часто обращаются за рассадой. И когда летом предлагаешь усы, говорят, некуда посадить. Вот наверняка у каждого где-то есть вот такой клочок. Здесь редиска была, она уже вся пошла в цвет. Ее нужно удалить буквально метр на полтора. Клочок нам его будет достаточно, чтобы получить рассаду на следующий год. Вот эти молодые кустики были таким же образом посажены в прошлом году, летом. И, как видно, они уже начали полноценно плодоносить. Здесь еще зеленоватая ягода, но, тем не менее, завязей много. Нужно освободить этот участок от травы. Траву пока выбрасывать не будем. Этот участок я освободила от травы. Перекапывать даже я не буду, потому что траву выдергивала. Все, земля достаточно рыхлая. Если земля сухая, ее нужно хорошенько пролить. И просто пройтись граблями, чтобы перемешать верхний слой, чтобы он был рыхлый. Кстати, когда обрываете усы, вот тут ус, он уже сам по себе зацепился. Я никогда не использую ножниц. Обязательно отрываю и желательно вбок. Вот, чтобы с этой штучкой было. Тогда они лучше не загнивают. Ну, вот этот можно уже отсаживать. А вот те, которые с розеточками, вот у них только зачатки корешков появились. Но они оторваны вместе вот с этой прикорневой палочкой. То есть они не будут гнить, и они будут питаться, если их замотать в раствор. Отрываем, чтобы не выдернуть куст, отрываем вбок. Теперь делаем небольшие бороздки на расстоянии 10 сантиметров. Где-то сантиметра 2-3 в глубину, так как сеем редиску. И раскладываем в них усы оборванные. Выбираем усики, у которых нет еще корневых бугорков. Те не годятся. Нужно выбрать именно с корневыми бугорками. Вот с такими. Раскладываю усики вдоль бороздки. Черенки я не обрываю, потому что они первое время дают питание. Вместо маточного куста нет. А питание пока молодому кустику для развития нужно. Вот на полтора метровой грядке у меня поместилось ровно 15 корней в ряд. Это будет 15 новых растений. И сверху слегка припорошу земелькой. И так чуть-чуть совсем. Они наполовину находятся на улице. Главное, чтобы вот сама пяточка прилегала к земле. И теперь перехожу к следующему ряду. Нам понадобилось всего 45-50 сантиметров грядки. Здесь 50 корней. То, что хватит на большую полноценную грядку. И ставим название сорта. Если сортов несколько. Я пишу их на жестянке. Это или пивные банки, или кока-колы гвоздиком выцарапываю. Они не выгорают и не размокают. Отделяю палочкой. И второй сорт точно так же сейчас посажу. Такие 15 усов. Это будет 15 новых корней. Но у меня сорт вот этот зенго-зенгана уже рассаженный. Эти усы я отдам. Усы никогда не оставляю на грядке. Во-первых, они высасывают из питания, из самого куста. Ягоды мельчают. Во-вторых, если между ряди вот это будут усы, неудобно будет обрабатывать и собирать ягоду. Поэтому я их всегда отделяю и уже укореняю отдельно на другом участке. Там, где не нужно ходить и обрабатывать. Здесь можно оставить под осень несколько запасных кустиков. Если вдруг где-то какой-то куст не понравится, я его безжалостно выдергиваю. Если на нем мало ягод или ягодки корявые, я обязательно заменяю. Вот хорошие кустики я всегда отмечаю вот такими флажками. А красной веревочкой отмечаю те кусты, которые мне не нравятся. То есть я их осенью выдергиваю. И если во время плодоношения на нем есть ягодки, с ягодами я не выдираю куст, а осенью я его заменяю. Если кустиков нужно немного, то можно укоренять прямо на грядке. Вот эта грядка у меня накрытая, это сорт Максим. И мне не хватает буквально 3 кустика, чтобы грядка была наполнена. Молодые кусты более охотно дают розетки. Вот видно, что вот этот куст молодой, у него хорошая розетка. А 2-3 летний куст уже хуже дает розетки. И они вот, а это вот с молодого, а у этого только-только начинаются. Но эти я удалю, потому что здесь будут ягодки. Мне много не нужно. Вот здесь он немножко попозже этот сорт, чем предыдущие. Вот хорошая розеточка. Для того, чтобы сделать несколько розеток, можно использовать другой вариант. Я их буду укоренять прямо на грядке. Вот эти пол-литровые стаканы, в которых росла рассада помидор. Я наполнила землей, плотно-плотно их утрамбовала. Земля должна быть обязательно влажная. Берем кусочки полиэтилена небольшие и канцелярские резинки. Мне очень нравятся. Таким образом их запечатываем и делаем надрез. Скрепки я люблю цветные, вот в полиэтиленовой оплетке. Их хватает на несколько сезонов. Вот эти скрепки держатся уже третий сезон. Если можно брать обычные вот такие скрепки, они ржавеют за один сезон. Если нет возможности, можно взять поменьше стаканчики и маленькие скрепки обычные. Но я заметила, что в просторных стаканах укореняется больше. Такая скрепка иногда из стакана вылазит, не помещается по росту. Поэтому сюда маленькие. А на пол-литровые это будет нормально. Теперь делаем надрез крест-накрест. Ставим стаканчик между ряди и прикалываем скрепочкой. Вот так плотно-плотно прижимаем скрепкой, чтобы розетка была как бы немножко углублена. Она сюда будет давать корни. Здесь поливать их не нужно будет. На 2-3-4 даже недели влаги хватит. Земля будет хорошо прогреваться, корни будут развиваться лучше. Ус, который идет дальше, я обязательно обрезаю. Если уж совсем-совсем мало усов, тогда можно оставить. Но первый ус развивается лучше. И чтобы он не рос дальше, его лучше отстричь. Здесь тоже отстригаю. Я его от куста отрезала. И здесь. Там еще развиваются пару усиков. Ближе к осени я еще пару кусточков обязательно прищипну, чтобы у меня был запас. Бывает, что какой-то кустик неудачный или подмерз. Чтобы была замена, обязательно нужно несколько кустиков иметь запасных. Если они не понадобятся, их можно будет посадить в горшок или кому-то подарить. Вот здесь тоже молодая грядка. Здесь тоже всего нужно подсадить три кустика. Поэтому я укореняю прямо на грядке. Вот у меня есть хорошие уже розеточки. Их можно укоренить. Вот здесь у меня растут новые сорта. Здесь я беру все усы, потому что у меня вот этот сорт Монтера, их всего несколько кустиков. В прошлом году он был один, теперь их уже пять. Здесь я беру все розетки и тоже использую именно цветные вот эти скрепки. Во-первых, они не портятся долго. А во-вторых, сразу видно, что эта розетка была оставлена специально. То есть она уже никуда не убежит. И на следующий сезон я их легко найду. Буду знать, что они не сами откуда-то приползли с другого сорта, а именно я их оставляла. Так, это у нас сорт зефир. Тоже я покупала один кустик. Вот у него две розеточки прищипнуты. Между ними палочками разделила. Луку они не мешают. Лук осенью уйдет. Ну, он сейчас постепенно уже уходит. Так, это сорт снежана, тоже новый. Усик я с него прикалываю. Вот прикалывала. Там у нас так, это у нас Елизавета вторая. Тоже из пяти корней, которые я выписывала в интернете. Прижился только один. Теперь буду развивать. Так, это у меня гигантский деликатес. Тоже один единственный куст. Сразу оставлю усы и посмотрю, понравится ли сорт или не понравится. Стоит его оставлять или нет. И вот этот прошлый год я выписала Sweet Marie 2XL. тоже из пяти только один куст у меня прижился. Посмотрю, какой сорт. Потом уже буду оценивать, стоит его разводить или нет. Ну, вот кустик молоденький. Ягодки, видно, тут уже наливаются две кисточки. Какие они будут на вкус, пока не знаю. Вот этот сорт Астара, с которого я укореняла усы, он уже испытанный. Я знаю, что ягоды у них крупные, очень вкусные. Поэтому усы я оставляю. Вот такие красавицы висят. И вот этот проверенный сорт Корона. У них тоже очень сладкие, крупные ягоды. Видно там сколько ягод. К тому же сорт очень ранний. Ягоды очень сладкие, вкусные. Уже побывали у меня сегодня гости, поэтому ягодки только розовые. сорт 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 тоже выписывала из интернета. Было у меня пять кустиков, а теперь у меня уже полноценная грядка и делюсь рассадой с другими. все сорта я держу отдельно. Обязательно подписываю, чтобы они не перепутывались. вот такой небольшой кулачок земли, где-то метр на полтора ширина грядки полтора метра. У меня поместилось 50 корней одного сорта и 50 корней другого сорта. Теперь я их накрываю куском старого спонбонда. Этим спонбондом я укрывала грядки, он уже потрепанный, дырявый. Если спонбонда нет, подойдет любая старая тряпка простыня, неважно какая, главное, чтобы она слегка пропускала свет и воздух. И сверху высыпаю ту траву, которую я выпалила, потому что я в тени не сажу, сейчас стоит жуткая жара, но зато быстрее пройдет укоренение, когда холодно, укоренение дольше происходит. Сейчас высыпаю содержимое ведра, которое выдернулось, отсюда. Вот так прямо разбросала сверху, земля влажная, поливать сейчас не нужно. Трава будет прижимать, будет сохранять влагу. Ткань я постелила только для того, чтобы потом легко можно было удалить эту сорную траву. Если ткани нет, траву можно кидать прямо на кусты, но тогда лучше брать траву без корней, чтобы она вам не засорила грядку. И в таком состоянии оставляю на 3 недели. Через 3 недели траву убираю и открываю. То есть там уже появятся маленькие розеточки со своими корешками, которые будут уже расти на солнышке, на открытом. Сейчас пока нужна постоянная влажность, трава будет сохранять эту влажность. Как трава подсохла, прямо сверху поливаем излейки. Пока трава влажная, поливать не нужно. Вот эти молодые розетки были укоренены точно так же в прошлом сезоне. То есть когда идет массовое образование кустов, усов, но еще тепло на улице, они лучше укореняются. Я их точно так же забросала травой. Это сорт гигантела. И по весне я их просто уже проредила. Видно, на них уже ягодки первые появляются. На следующий год это будут полноценные кусты. Осенью их можно будет посадить пореже. Здесь сорт гигантела, который я в прошлом году разводила. Я показывала их. Тоже ягодки достаточно крупные. Здесь у меня их всего 8 кустиков. Тоже было всего 2. Теперь у меня уже есть рассада на полную грядку. вот этот кустик. Видно, в прошлом году я отмечала у него вот такие хорошие ягодки. Флажок мой не выгорел. Здесь желтым отмечено. С него я брала усы. Вот видно, сколько тут завязей. Но теперь уже куст взрослый и усы он давать уже не хочет. В прошлом году я с него взяла усы. вот здесь это другой сорт, он попозже. Но тоже видно, что он отмечен флажком и видно, что у него богатый урожай. А вот этот кустик какой-то он приблудный. Усов много, а ягоды вообще не похожи на сорт. Они помельче и они на вкус как лесная клубника. конечно у него достаточно много соцветий, но они мелкие, кисловатые, похожи на дичку. Поэтому я беру красный флажок и втыкаю. Когда ягодки съедим, я этот куст обязательно заменю на новый. Среди сорта сальса тут попался какой-то непонятный ягоды мы конечно съедим, но на следующий год этот кустик надо будет заменить. Вот такой обычная лента, которая продается в магазинах, где продают нитки. Узенькая такая ленточка. И скрепка разогнутая. Прекрасно выполняют роль флажков. Самые хорошие кусты у меня желтые, а те, которые нужно заменить красным флажком помечаю и осенью заменю. Если уж совсем-совсем не найдете клочок земли, можно вот таким образом попробовать сделать. Здесь клубника собрана в пучок. Вот эти черенки я обмотала тряпочкой. Внизу насыпан грунт, а сверху присыпана торфом, в котором я получала саженцы. Вот неделю она стоит, видно, что она тут уже как бы начинает приживаться. в бутылке я развела там немножко корневина, немножко удобрения обычного для комнатных цветов, пропитала тряпочку и узелок замотала. То есть она дает как бы питание вместо маточного куста и видно, что за неделю они не завяли, а наоборот оживают. Пложку я ставлю в самое тенистое место среди травы. Здесь не попадает полуденное солнце, вообще практически солнца не бывает. Трава дает и тень, и влагу, потому что тут всегда роса, и они так и стоят. Того количества, которое я сейчас посадила буквально на одном квадратном метре, ну может полтора, хватит для того, чтобы получить вот такие две большие полноценные грядки. здесь грядки сделаны полтора метра на шесть и помещается на каждую грядку 50 корней. Сажу я редко, потому что кусты очень большие, крупные. Вот здесь кусты уже взрослые, это сорт фигера. Вот здесь сорт сальса, я их омолаживала. Какие-то имеют по одной розеточке, какие-то уже по две-три. Вот этот сорт чуть-чуть попозже, а фигера вот они уже созревают. Правда, я их уже сегодня обобрала спелые. Вот, пропустила красивые. Через три недели, когда пройдет укоренение, я сниму укрытие и покажу вам, что получилось. С вами была Елена и канал Женские Секреты. Кому это видео оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в середине августа. Всем пока!